Прочитаю 24 глава Иоанна Леонова Матфея. Когда он сидел на горе Елеонской с 3 стиха, то приступили к нему ученики, наедине спросили, «Скажи нам, когда это будет? Какой признак твоего пришествия и кончины века?» И Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят. Братья и сестры, сегодня, можно сказать, уже последний день общения семейных. Завтра будет прощальное собрание и опять до следующего года. Но что Господь предусмотрел нам на следующий год, мы не знаем. Надо поговорить о самом главном, друзья, о самом тревожном. Это о восхищении церкви и время, в котором мы живем. У Христа первый вопрос, который Он в ответе Своем выразил, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Я прочитаю шестая глава Откровения, а вы внимательно слушайте. Это прельщение, это обольщение. Было, есть или еще будет. Со второго стиха «Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. Дан был ему венец, и вышел он, как победоносный, чтобы победить». Друзья, вот Откровение, книга, она сказана вначале рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Насколько ближе наше время, чем тогда, когда это писалось, первые годы христианства, и в наше время теперь. «Белый конь». Что это значит? В 19 главе Откровения тоже «белый конь», друзья. Но это сам Христос на нем. Это сошествие Иисуса Христа с неба, и воинство небесное следовали за ним на конях белых. Очи всадника, как пламени огненной, на голове его много диадим, он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие. А здесь всадник какой? На нем всадник, имеющий лук, дан был ему венец, и вышел он, как победоносный, чтобы победить. Братья и сестры, как у меня на сердце лежит, так я поясняю. Это время нашего времени, и это время далеко раньше уже началось в исполнении. Всадник, заменитель Иисуса Христа, обольститель, антихрист, я считаю, что он уже всю землю проехал на этом белом коне. Обольщение, первое, это, вот смотрите, чтобы победить, и как победоносный, оно выражается, первое обольщение, обольстить народ Божий ложным учением, обольстить легким путем, обольстить и успокоить. Ты верующий, ты человек уже спасенный, тебе беспокоиться нечего. Мы, ну, в частности, мне, вот как уже пожилому человеку, пришлось переживать такое время, когда что-то с запада, кто-то получит какую-то брошюрочку, книжечку святую. Мы считали, что это особое, как с неба самого, истина особая, особая. И как мы дорожили, берегли, передавали друг другу. Я помню, друзья, когда у нас Библии не было, когда мне первую Библию подарили в регистрированной церкви, я был молодой проповедник, и две Библии пришло всего на нашу церковь. Одну дали пресвитеру, ну, советом церковным, а одну мне, вот, молодой проповедник, пусть он ему надо. Как я радовался! Я ее прижимал к груди, я целовал, я плакал. Библия у меня в руках. Мы переписывали вручную. Новый Завет. Мы были очень бедны, друзья. У нас не было литературы тогда. Это 50-е годы, 60-е годы. Но Библия у меня быстро порвалась. Советская власть, она власть антихриста. Она выполнила просьбу верующих. Издали Библии. Но Библии из какой-то бумаги, папирусной, газетной, что-то такое. Я заметил сразу, вот так, лесной и клочками. И толстая-толстая стала, пушистая такая. Ну, ладно, хотя бы такая, друзья. Но когда наше время особенно открылись границы, нас наводнили сейчас литературой настолько, что, наверное, в каждом доме, в каждом доме специально видны места и скрытные места, заложены всякой литературой. И Библии всяких, и больших, и маленьких, и красивых, и простых, и толкователей, и чего только нет, и симфоний, всего-всего-всего. Радость, благословение. Иначе не скажешь. Но сколько между этим проникло ложной религии? Я вот сейчас иногда хочу что-то прочитать. Ну, хочется как-то вот всегда читать, познавать, углубляться. Подойду, подойду к моим полкам, смотрю, смотрю, сотни названий не найду. Уже познакомился и знаю. Бесполезно это читать. Это только портит мою душу. Портит мою жизнь. Это белый конь. Это белый всадник. Она белизна. Она подходит своим цветом к Иисусу Христу. Но это ложность. Это антихриста учение. Как ужасно, друзья. Сегодня грешнику, когда говоришь, он в страшном переживании, может быть, даже. И говорит, вы знаете, сколько я ищу и не знаю. Ну, где правду найти? Где настоящая религия? Где этот путь истинный? Да и на истинном пути, друзья, это второе обольщение этого белого коня и всадника. На истинном пути. Дети Божьи, которые познали истину, которые убедились в ней и прошли страдания, штрафы, гонения, на сегодня попали под вторую волну обольщения. Это богатство. Это желание обогатиться. Я несколько записочек так просто открывал, посмотрел. Хотел у себя оставить, но будет нехорошо читать их здесь. Но, братья и сестры, мое сердце очень тревожно и просто скорбно-скорбно. Что в записках, в молитвах возносим мы к Богу? Вот прислушайтесь хорошо, друзья. Увеличить жилище, жилье, украсить автомобиль побольше, пошире, помощнее. Работу стабильную. Но это все хорошо. Александр, Александр, если будет читать, он скажет, какие великие нужды! Ой, какие! Их надо особо вознести. Он у нас такой человек, он ко всем сострадательный. И другой бы тоже. Да, правда, нужно жилье, нужен автомобиль, нужна работа. Нужно, друзья. Если бы еще написали желания у нас, и мы бы все их воспринимали, у нас бы дошло до того, братья и сестры, братья, помолитесь, хочу на Красное море слетать. Но эти записки не пишут. Хочу! Хочу то! Хочу то! Хочу то! И все больше материально. Я вот сидел и вспоминал, думаю, какая премудрость понравилась Богу, когда Он позволил Соломону помолиться. Проси! Что ты хочешь попросить? Попроси! И Соломон высказал такие слова. Господи! Мне предстоит выходить перед таким множественным народом, многолюдным народом. Пошли мне мудрость от Тебя, Господи! И Господь одобрил и даже так сказал. И поскольку Ты не просил богатства и славы, опросил мудрости, доверяю Тебе и богатства и славу. Но первое Ты попросил мудрости. Братья и сестры, у Якова есть в первой главе такое, пятым стихом. Если у кого не достает мудрости, да просит у Бога с верою, немало не сомневаясь, и дастся Ему. Но Яков дальше вот эту мысль, он так ее хорошо излагает, вот в третьей главе особенно, он раскрывает, смотрите, есть три мудрости, две снизу от земли и одна сходящая свыше. Смотрите, какую вы мудрость будете просить. и перечисляет в третьей главе. Я напомню, очень важно для нас, семейных, он так говорит, мудр ли кто или разумен из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, не хвалитесь и не льгите на истину, это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирная, мирна, потом скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицимерна. Второе, что в этом коне и в этом всаднике, это обогатить верующих земной мудростью. Небесной нет, небесная она не очень выгодна. Небесная, посмотрите, если с кем-то, ну, конфликт какой-то произошел, жена с мужем, у них должны быть сразу мысли. Да, у нас ссора, у нас неприятности, но мудрость, сходящая свыше, просит к миру придите. Первое, во-первых, мирна, придите к миру, разговаривайте так, чтобы закончилось мирно у вас. Земная, душевная, я за бесовскую не буду говорить, это глубины сатанинские, не нужно нам о них. Но вот душевная, душевная не это, это такая, не, дорогой, я уж теперь тебе докажу, пальцы, зубы класть тебе не буду, я тебе докажу, и ты узнаешь, трогать меня или нет. И кто умнее, кто хитрее, кто более многословнее, муж одно слово сказал, жена десять, или наоборот, это мудрость земная. Ой, какие умные! Что делать? Как быть? Мудрость небесная, говорит, скромная, а земная, ну да, скромный, тут и так замуж никто не берет и не замечает, а еще скромнее вообще никогда никто не заметит. надо выдать себя, надо показать себя. Это уже мудрость душевная. Третье, мудрость небесная, она послушливо-послушливо, а мудрость душевная, я вот замечал, братья и сестры, конечно, слабеем мы духовно, и послушание все больше и больше пренебрегается, пренебрегается. Хотя бы даже здесь, вот мы рассуждали так между собою, слава Богу, большинство послушны и одеты прилично. Все-таки мы нашли место такое, холодочек, спуститесь вниз туда, вот мне звонили, вчера было в Тимошевске сорок с дому не выходят, а мы здесь в прохладе, друзья. Но все равно, я вот пожилой человек, через полтора месяца восемьдесят мне будет. Мне можно так вот говорить с вами, открыто даже, друзья, вот кто больше соблазна создает, мужчина или женщина. Вот кто больше прельщает? Ну, можно сказать, да, каждый к своему противоположному полу, но первое, что произошло в Едемском саду, женщина. Последующее, апостол Павел пишет, тоже мужчина, ну, вот я стою перед вами, братья сидят, ну, я-то немножко с ними не согласен тоже. Все-таки на служение должны приходить без длинным рукавом, но они начальство, что ты сделаешь? А надо бы было, я хотел бы, чтобы вот это все-таки удержалось в нашем братстве, становиться за кафедру, чтобы было прилично. Может, мы этим хоть немножко сестер устыдим? И все-таки, посмотрите на братьев, одна пуговица только не застегивается вверху. И это летом, при жаре. Если рукав короткий, ну, не такой вот. Ну, даже с сестрами когда-то говорили, сестры, ну, допустить можно, если между локтем и плечом, вот посредине, посредине. Ладно бы так. Да нет, нет. Ни покорность, ни послушание упрямо остается в силе. Чья мудрость? Сходящая свыше? Земная, душевная. А оголение тела у кого больше? У кого эти прельщающие, обольщающие? Замужние, вроде бы уже, ну, как-то поприличнее надо. На кого ты наряжаешься? Кому ты хочешь показать свое тело? Раньше такая была поговорка. В деревне девчата из шкуры вылезают, чтобы платье показать. Ну, догадывайтесь, друзья, в работе из шкуры вылазят, платье купить, показать. А в городе из платья вылазят, чтобы шкуру, кожу показать, загоревшую, каштановую. сегодня нету разницы деревня, город, все обнажается себя показать. То, что срамное, то, что греховное, то, что закрыл сам Господь шкурами, кожею, кровь пролилась животных, сегодня отвергается чем? Душевной мудростью. Бесовскую не буду вспоминать, а вот сходящую свыше мало кто любит мудрость, мало кто. Еще, друзья, вот она полна милосердия и добрых плодов, а душевная полна жадности и побольше накопительства. И того нет, и этого нет, чуть-чуть побыла, постояла там мебель, кухня, цвет не такой, надо выбросить. Или там еще что-то. Даже, ну, как бы не отстать от мира, это душевная мудрость, а это милосердие, добрых плодов, чтобы больше Господу послужить, средства, чтобы пошли куда-то на дело Божье. Беспредвзяты, беспредстрастно и нелицемерно. Душевная мудрость наоборот. Наоборот. Поэтому, братья и сестры, вот замечая сегодня, что делает душевная мудрость? Вообще, душевная мудрость, она идет от дерева познания добра и зла. Вот там сатана ее преподнес и наградил сразу человечество. Ты будешь как боги. У тебя откроются глаза. Ты не бойся, не умрешь. Не можно сегодня отвергнуть душевную мудрость полностью. Друзья, я вот, когда, бывает, в самолете лечу на высоте 10 тысяч метров и выше даже, я всегда удивляюсь. Какая мудрость! вот этих два бочоночка с одной стороны один, с другой стороны всасывают в воздух, поднимают сотни тонн, сколько людей, и даже сидишь там и незаметно, как будто ничего не движется, вот так тихо, спокойно, как удобно, прохладно, там свой мир. Какая душевная мудрость! Ей предела нет! в том космосе тоже, в этом интернете ужас, ума не хватает, чтобы готовое постичь, а кто-то, а кто-то изобрел. Я уже говорил, друзья, ко мне внук подошел 4 годика, дедушка, давай я в твоем телефоне покажу, что у тебя там есть, как начал показывать, я удивляюсь, а ты откуда узнал это? Душевная мудрость, я в ней родился, но вот как духовную мудрость, друзья, приобресть, как духовную не потерять, если кто-то приобрел? Вот посмотрите, насколько сегодня авторитет наших братьев, специалистов, строителей, какой великий авторитет! Один брат так сказал, да я к мэр городу захожу без стука, а второй все, ногой открываешь, да нет, там ручка надо нажать, вон как, а я думаю, а нас-то в наручниках заводили, а сегодня без стука, а почему? Крышу накрыл, у него крыша текла, а баптисты помогли теперь оздоровить, и в квартире сделали по евро, некоторые настолько авторитет приобрели, что даже визиточки в кармане остановит простой какой-то гаишник, да еще и беды наберется, кого остановил? Баптиста-специалиста, душевная мудрость, душевная мудрость, добрая, очень добрая, друзья, но злое в чем заключается? Проповедей не услышишь живых, на присвительство трудно кого избрать, да, нет грехов, одна жена, мудрая мудрая жена, все в порядке, но вот не пошел человек по духовной мудрости, сходящей свыше, а по душевной, и магазины строят, сдают в аренду, удивляешься, как вы смогли, откуда вы взяли? Гостиницы строят громадные, чтобы потом сдать и ежемесячно получать сотни тысяч рублей, ходить с папочкой, душевная мудрость, о, какие идеальные люди, это в наших рядах, братья, сестры, можно и дальше продолжать этот ужасный период времени, белый конь убелил, убелил, так убелил, но за ним второй, я вот прочитаю, друзья, мы тоже, может быть, что-то узнаем в наше время, и когда снял вторую печать, и команду, я ее пропускаю, вышел другой конь, рыжий, сидящий на нем, дано было взять мир земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Давайте еще посмотрим, как на это смотрит Христос, когда он пояснял 24 главе, слушайте, вторым, первое, я напомню, чтобы не забыли, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, а вторым, его было замечание, такое предупреждение, услышите о войнах, о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, восстанет народ на народ, царство на царство, будут глады, моры, землетрясения по местам, все же это начало болезней, коснется нас это или нет, как вы думаете, друзья, как на сегодня, если говорить о чем-то, когда-то это будет, друзья, Христос, когда говорил, Он почему-то вставил вот это предложение, не ужасайтесь, вот это слово, да как не ужасаться, Господи, вот даже в наше время, сегодня, вот включите радио, каждые первые пять минут, каждого часа, война, убийство, кровопролитие, жертвы, раненые, это и близко, и далеко, я не буду перечислять эти страны, я могу ошибиться, друзья, но самое близко у нас вот на Украине, уже привыкаем мы к этому, мы вначале ужасались, убивают свои, своих, а на сегодня, друзья, а на сегодня мы слышим, да нет, там своих нету, ни с одной стороны, ни с другой, уже война стала некоторым профессия, бизнес, где бы война еще новая, куда бы поехать, поднарядиться там, да, подзаработать, ну, пожалуйста, кровопролитие страшное, друзья, и вот кто-то говорит, что, да нет, она скоро закончится, а у меня на сердце другое, друзья, это ужасы наводит не на одну страну, а вокруг, вот, насколько можно, видимо, везде сегодня ужасается, потому что через Украину, как бы мы ни говорили, сталкиваются две громадных державы, самых сильных две громадных державы сталкиваются, и это уже невозможно скрыть, чем это закончится, когда, как, Христос говорит, что последствия этого не ужасайтесь, но, но, имейте ввиду, будут голод, моровые язвы, землетрясения по местам, для чего, Господи, для чего ужасаться, как не ужасаться, кто осведомлен об этом, кто это сегодня изучает и готовится к этому, нас, верующих, ужасы могут даже не напугать, друзья, мы будем готовы, для нас это не будет какой-то неожиданностью, потому что предупреждение Христово, не ужасайтесь, церковь от земли невозможно оторвать без скорбей, невозможно, вот я еще напомню, друзья, какие у нас сегодня заявочки, какие желания, обновить машины, расширить дома, умножить, умножить, даже, ну, слава Богу, что у нас победа в том, что ни одного вопроса нет к нам, братья, не пересмотрели бы вы вопрос о деторождении, может быть, уже льготу какую-то применить, статью поменять, но слишком строго, нет, тишина, тишина, и я благодарю Бога, друзья, что деторождение спасает нас, как у Тимофея, я читал вчера, напоминал, спасетесь через чудородие, а почему, братья и сестры, нам многодетность не даст разбогатеть, не даст разбогатеть, разве только у кого уже наглости хватит сверх этого, и детей много, и такой бизнес развил, так, что даже другим, вот как надо жить, вот что надо иметь, вот тогда и жена будет довольна, тогда и даже мир посмотрит, вот какое благословение дает Бог, но все это за счет чего, друзья, за счет мудрости душевной, страшно, братья и сестры, что это душевная мудрость, которая и добро делает, и страшное зло, страшное зло, с одной стороны добро, как материально, устройство, удобство, а с другой стороны, охлаждение, потеря любви, и это ужасно. Вот последняя мысль, которая нас должна все-таки тронуть особенно, друзья. Это третья глава Откровения, часто о ней говорим, но вот здесь тоже христианство раздваивается на две категории. Категория добрая, мудрость, сходящая свыше. Знаю твои дела, вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, сохранил слово мое, не отрекся имени моего, то есть не поменял Христа ни на какие блага, ни на какие прелести, ни на какого этого притворного белого коня и всадника, у которого цель победить, победить религией, победить истинную веру, но не победит. Хотя поражений много, поражений много. И вот это христианство филадельфийской церкви ожидает каждый день. Оно понимает, что если соскользнуть с мудрости, сходящей свыше, и попасть и утвердиться на мудрости душевной, апостол Павел это так говорит, 2 глава 1 Коринфянам, последний стих, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, он почитает это безумие. Чтобы как-то вот сегодня пойти на благовестие, чтобы как-то сегодня жертвенно предаться на служение Господу, да, нет. Ни в коем случае. У меня настолько ума, у меня настолько даровитости, я удивляюсь, братья и сестры, мы когда-то с самана делали дома, и я думал, я лучший специалист, потому что я саман ложил, сам ложил, свою хату сложил с самана, без фундамента. Я думал, что я очень большой специалист. Сегодня смеются над этой хатой, она стоит до сих пор, десять лет детей там выросло, и даже молитвенный дом там был, сколько там грешников покаялось в этой хате. Сегодня дома громадные, дома красивые, дома, которые делают, чтобы кому-то показать, собственно, никого не удивишь, никого приходит, посмотрел, так, а у меня что-то не так, да, надо мне подтянуться, и я своим красивым домом еще больше зажигаю на эту душевную мудрость, чтобы другие тянулись. Вот что творит вот это обольщение, друзья. И вот я читаю их, слушайте, ангелу Лайдики своей церкви напиши, так говорит, аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, ой, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, и не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Вот участь людей, которые пренебрегли мудрость Божию, а живут мудростью душевной. И даже Бог проповедовать, и так красиво проповедовать, и так догматично, что куда там. И даже сегодня мудрость душевная помогает. Нам предлагали, братья, а не пора ли перейти проповедникам на пособие, планшетик поставить раз рассказал речь, закончил раз дальше, раз, и он успеет и туда смотреть, и сюда. И четко получается, как уже это делают коломейцы, гавриловы и прочие братья. И трудно удержать даже, трудно, потому что многие уже пользуются компьютером и готовенькое получают, и пользуются, и не заметишь, смотри, брат, развивается духовно как, а? Но это опять-таки оскорбляет Господа, если кто-то минует мудрость, сходящую свыше. Поэтому вот дальше читай, друзья. Но как ты тепл, извергну тебе из уст моих, ибо ты говоришь, я богат. в чем этот разговор заключается, друзья? Приглашаешь к молитве, нету молитвы. А почему? Я богат, у меня нужды нет. Приглашает на какое-либо служение там, нет, нет, я богат, у меня другие дела. Я богат, у меня литературы полно. Я богат, в собрания не хожу, пропускаю, оно так изредка, потому что я от корки до корки знаю Библию, она у меня в кармане, в телефоне. Я богат и много-много другое. И этим человек обольщает себя, успокаивает себя и забывает об этом. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, особенно время, в какое мы живем, друзья. Самому дьяволу, я вот так осмелюсь говорить, самому дьяволу сегодня не жалко для нас, чтобы побольше денег зарабатывали, чтобы тратили их куда надо, куда и не надо, чтобы обогащались, но этим самым ослепляет глаза, чтобы вы поменьше смотрели в Библию, чтобы вы поменьше заглядывали на небо, чтобы вы меньше думали и вообще, может быть, не надо о восхищении. Друзья, Господу не иначе, как придется отрывать церковь от земли скорбями. Нет, не великой скорби. Великая скорбь будет в конце семи летки, семи седьмины. В конце. Это для израильского народа, какой никогда не было и не будет подобной. Но скорбь, которая может постигнуть нас, друзья, и если кто готов к этой скорби, тому легче будет воспринять. Тот поднимет голову свою и будет даже молиться, Господи, слава Тебе, приближается избавление, скоро восхищение. Другие будут кричать, что это такое, откуда такое, куда власти смотрят, а может даже Бога винить будут, останутся на земле, восхищены не будут. Друзья, у нас и дети есть, за которых надо переживать. Кто из детей восхитится? Это те, которые понимают уже, что такое зло и что такое добро. Это те, которые уже могут сами за себя помолиться, покаяться, родиться свыше и быть готовы к восхищению. Вот куда нужна мудрость, сходящая свыше. А земная душевная задушит, задушит братья и сестры. Поэтому уже пора нам вот и сегодня сейчас покаяться и вечером, и завтра последние собрания будут, а некоторые может быть уедут, потому что заставляют обстоятельства. Дорогие братья и сестры, очень желательно. Кто остыл духовно? Грехов нету. Не курит, не пьет, не ругается, не ворует и не прелюбодействует. Но остыл, остыл. Кто может быть приехал сегодня сюда своей женой, членом церкви и внимательно слушал эти дни? Не уедь отсюда таким же, каким приехал. покаяться надо. Скоро время придет, когда будет разлука на земле. Один берется, другой оставляется. Берется тот, который любит небо, тот, который готовится каждый день и ожидает и останется тот, который прилипнувший, сильно привязанный к земному, останется, оторвать невозможно. Некоторые говорят, да нет, я ни на что не смотрю, мне это не касается, да ты уже оставляешь собрание, ты уже оставляешь служение, у тебя проповеди нету некогда, у тебя молитвы нет, поэтому не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Это дьявол такое навевает, а Господь зовет, а Господь стучит, а Господь не желает смерти, и не только смерти, чтобы кто-то погиб, но чтобы все пришли к покаянию, братья и сестры. Это чудесное время, это время, которое, может быть, не найдете вы там у себя по местной церкви, дома, здесь, сегодня я буду приглашать, меня побуждает Дух Святой, и я верю, что найдутся те, которые не останутся равнодушными дальше, но выйдут сюда для покаяния, для покаяния, друзья, решительного, бесповоротного, потому что время, в котором мы живем, берегитесь, чтобы кто не прельстел, это одно, не ужасайтесь о этих войнах, ужасаться будет тот, кто не готов на смерть, кто боится смерти, кто не желает даже на небо восхищаться, он будет ужасаться, Христос говорит, не ужасайтесь, ну подготовьтесь, берегитесь, ужасайте, ужасаться не придется, друзья, нам, когда мы будем готовы к восхищению, поэтому мы сейчас встанем на ноги, вставайте, пожалуйста, кого касается Дух Святой, кому стучит, мы даже и псалом такой споем для смягчения сердца, для призыва, двери закрытые поздней порой кто-то стучит, 475-й, кто-то стучит, это Христос, это Спаситель, друзья, отзовитесь, кого трогает сердце, и вы не пожалеете. пожалеете.